Ну, тем не менее, Саль, ты знаешь, что мы стоим в преддверии небольшого праздника? В каком? Расскажи. Ну, я точно знаю, что ты должна знать как никто, потому что твоя мама, она преподает. Ну, конечно же, День Учителя к нам приближается, просто я решила тоже сохранить некоторую интригу, но мало ли, на самом деле праздников очень много. Но я считаю, что обязательно надо в этот день, да даже не только в этот день, поблагодарить своих учителей, тех, кто закладывали в вас основу знаний и не забыть про них. Знания бывают очень разные. Например, вот есть знания о звездах, есть такие люди, которые, оказывается, это преподают. И об этом расскажет Стэффен Филатов в своем сюжете. Что общего между небом и наукой? И среди тех, кто погружен в изучение формул и высоко над землей, есть мириады светил. Обо всем этом, несмотря на юный возраст, знает Роман. Парень несколько лет изучает науку о звездах в Симферопольской юношеской астрономической обсерватории. Делает это успешно, за что и удостоился чести представлять учреждение на общекрымской конференции. Я сделал на конференцию модель космического корабля «Восток-1» и рассказал, как происходил полет. Этот зеркальный телескоп системы Ньютона называется МИЦАР в честь неяркой звезды из ковша Большой Медведицы. Главное его преимущество – мобильность. Прибор умещается в небольшой ящик. Воспользоваться им, как и большинством таких аппаратов, можно только ночью. Днем воспитанники обсерватории работают с другими приборами. С помощью этого телескопа можно разглядеть планеты даже днем. Я же попробую отыскать Сириус. Насколько мне известно, звезда располагается примерно в этом направлении. Итак, 6 часов 40 минут и 16 градусов. Широта и долгота, диапазон градусов и калибровка линзы. В этой башне малышей учат АЗАМ работы с чудом астрономической техники. Информацию подают дозировано, а для того, чтобы усваивалось хорошо, нет ничего лучше тематических стихов, уверены преподаватели. На кодус на режиме выступает оеон. Работа с картой или глобусом – легко. Что такое экватор и меридианы, ребята рассказывают на раз, а выполнив задание правильно, они получают кванты, своеобразную валюту. С мотивацией к обучению у этих детей проблем нет. Они изучают наш адрес во Вселенной, учат, какие бывают галактики. Всех маленьких детей очень интересует, что такое черные дыры. И ответить на этот вопрос достаточно сложно. Сложно до тех пор, пока ребенок не знает физику, но и здесь придут на помощь опытные педагоги. Кристина Одинец настолько углубилась в изучение этой науки, что даже подумывает сменить профиль обучения. Восьмиклассница уже несколько лет капитан сборной учреждения по физике. Вскоре юным ученым предстоит выступить на всероссийском турнире. Я занимаюсь чаще, чем мои сверстники, чем ребята из моей команды, потому что капитан – это ответственная должность. Мне приходится помогать и подтягивать других. Когда преподаватели не могут осуществить такую помощь по каким-либо причинам, их место занимаю я. Для одних занятие в обсерватории – интересное времяпрепровождение. Для других – весомый вклад в общее развитие. Но многие, уверен педагогический состав обсерватории, свяжут свою жизнь с изучением небесных тел. Ведь и их профессиональный путь начался именно отсюда. Стефан Филатов, Андрей Заричный. Утро нового дня.